Всем привет! Это подкаст студии SoundStream «Понаехали и остались» у микрофона Сергей Пихин. В этом подкасте я общаюсь с иностранцами, которые приехали в нашу страну и остались здесь жить. Мы разговариваем об их работе, обсуждаем их впечатления, воспоминания и эмоции. И все это для того, чтобы попробовать взглянуть на Россию с иного ракурса. В этом выпуске мы поговорим в основном о зданиях, а еще о сходствах и различиях России и Колумбии. Родины Высокогорного Кофе и Пабло Эскобара. Гость – Давид Диас. Родина – Колумбия, город Сантьяго-де-Кали. В России с 2016 года. Профессия – архитектор, основатель бюро Silent Architecture. Портрет. Выглядит стильно, слегка не брит. Модная прическа, внимательный взгляд, волевой подбородок. Учился в родной Колумбии и в Италии. Преподает в британской высшей школе дизайна. Давид, привет! Спасибо, что заглянул сегодня к нам. Рада тебя очень видеть у нас в гостях. Привет! Слушай, ты Давид Диас – это полное имя и фамилия? Или есть какая-то остальная часть, которую ты не указываешь? Ну, остальная часть нету. У нас просто в Южной Америке мы используем два фамилия. Фамилия мама и фамилия папа. То есть первая фамилия – это папа, Диас. Диас и Бустаманте – это фамилия мама. То есть обычно все в России думают, что Диас – это мое отчество. И на самом деле, ну, я думаю, что это нормально, что они так думают, потому что я всегда пишу два фамилия и имя. То есть ты Давид Диас Бустаманте? Да. А почему в России ты себя представляешь просто как Давид Диас? Ну, просто легче сказать, чем каждый раз рассказать историю, что у нас два фамилия в Южной Америке. Иногда тяжело. Понятно. Зато мы теперь будем понимать, когда будем смотреть южноамериканские сериалы, как у них это выглядит. Расскажи немного о себе, о своем детстве в Колумбии, о городе, в котором ты родился и вырос. Так, я родился в Кали. Это город на юге сапад, рядом с Тихиокеан, в 89-м году. То есть почти когда закончился самый страшный период – война между государством и наркозом. Но теперь на этот период началось с другого. Это прям была прям война-война. Война-война, да. И еще у нас была во стране самая длинная, как сказать, civil war. Гражданская война. Гражданская война в миру. Она только два года назад, на самом деле, закончилась. И это было между левые и коммунистические людей, которые решили, что они не будут обратить внимание на государство. И они делали внутри Колумбии какую-то маленькую страну, которую назвали републикой Марк-Италия. И на 90-м году вот эту войну опять очень сильнее, и мы не смогли никуда не уйти, кроме в город стоять. В город была безопасность, конечно, но... Мы это твои родителями жили? Да, я и моя семья. У меня сестра, она тоже родилась на, возьми, в 10-м, 5-м году. Она 5 лет старше, чем я. И, ну, в детстве у нас не было соседей вокруг. То есть я сестра все время играл. Папа всегда был какой-то нерд. И поэтому он меня от самого детства, он меня научил, как строить компьютеры, как с компьютера пообщаться. И у меня было тоже какое-то полудигитальное детство. Полу какое? Полудигитальное детство. Дигитальное? Да. А диджитал? Диджитал. Несмотря на что это было на 90-м году, интернет не было. Я учил, как программировать на ДОЭС, я играл на компьютер. Нормальное западное детство, в котором у тебя друзья, ты ездишь на их дом, пить чай, кофе в нашей стране. Мы не пьем чай, кстати. И все. Потом после школы я поступил в институт и учил архитектуру в Колумбии. У нас бакалаврия 5 лет, но зато нам не нужно делать магистратуру, для получить разрешение практиковать архитектуру. И я в Колумбии работал как архитектор года два. Потом выиграл какой-то опенкал в Италию и поступил на магистратуру там. Грант, да? Да, грант. В Италии я познакомился со своей женой. И мы, ну, на то же время не была моя жена, мы только поженились в прошлом декабре, кстати. Но мы решили переехать в Россию, потому что в России было в 3 раза больше работы на архитекторе, чем в Италии. Я правильно понимаю, что вот внутри Колумбии и гражданская война, и вот то, что мы смотрим про картель на самом деле, это действительно вот так есть? Это, да, еще был параллельно. То есть много микровойни все время было. Теперь есть еще много маленьких проблем, оригинальных проблем. Потому что что значит эту войну за наркозы? Это значит, что села экономия в стране поменяла. То есть людей, которые раньше копали картошки в поле, они теперь копают маригуану или копают что-то другого, да? Потому что, ну, тут больше денег, но в то же время, да? Меньше работы, больше денег. Да, да. Ну, получается, у тебя было прям суперопасное детство из того, что ты... Да, да. Короче, вот так. У меня, у меня было опасное детство. Все время жил очень осторожно, внимательно. Не ходили на улице после каких-то часов ночью. Если тут не было никого, я вообще не пошел. Я первый раз, когда пропал в переходе ночью в Москве, я думал, господи, теперь что я буду делать? А потом, ну, переехал через переход, ничего страшного было. Когда ты был ребенком, что ты знал о нашей стране? Ну, смотрите, все главные люди на эту войну, которые были на левой стороне, они все жили в СССР, они все здесь получили образование, и революция началась здесь, если можно так сказать. Они потом переехали обратно в Колумбию, и там все началось после этого. В 90-м было такое ощущение, что из России нам отправили где-то какие-то террористы. Теперь это все поменял, если можно так сказать. И в начале 2000-х Россия на колумбийской менталитет уже выглядела как сильную страну, но старую, которая непонятно, если у них еще есть реальное влияние в миру, а в наше время, если можно так сказать, Россия на колумбийской менталитет выглядит как альтернатива для тех, кто не хочет или не любит, или не проамериканский, если так можно сказать. Ну, в принципе, ничего не поменялось. Да, да, по факту. Давай двух слов про работу. Ты говорил, что у тебя папа был нерд, как ты сказал, и ты программировал, занимался техникой. Как так получилось, что ты все-таки выбрал архитектурный путь? Ну, у меня было несколько вариантов. Когда я был в школе, я хотел поступить на самом деле на астровизике, но в Колумбии это невозможно. У нас нету какой-то программ, и учить было лучше в Америке, но там было очень дорого. И, ну, я думал, что еще меня интересует. Меня очень интересует еще пространство, конструкция. И, ну, я хотел поступать на какой-то творческий образ, и меня больше всего интересовала архитектура. И, соответственно, вот Грант, расскажи, как ты его выиграл, как ты оказался в Италии? То есть ты целенаправленно искал какие-то способы, чтобы продолжить свое обучение в Европе? Ну, я искал вариантов, что делать после института. Я чувствовал, что, ну, теперь что я буду делать? Жить в Колумбии всю свою жизнь. И что? Я хочу миру посмотреть, что там на другую сторону. Это характерно для ребят молодых в Колумбии, вот это желание посмотреть мир? Ну, это не характерно, я думаю. Это потому что у нас очень много бедных людей, и у нас очень большая разница между тех, кто может жить нормальную жизнь, и тех, кто просто живет каждый день. Ты уехал в Италию. Казалось бы, центр Европы, хороший климат, вкусная еда, ты получил образование. Почему ты не остался в Италии? Это очень просто. В Италии много архитекторов и мало работы. То есть в Милане, именно где я учил, есть один архитектор за каждые 400 человек. Это слишком много. Примерно. Конкурентная очень среда. Да. В Китае есть один архитектор за каждые 100 тысяч человек. Очень большая разница. И это тоже очень большая разница с работой. А если сравнить это с Россией? Я не помню статистику, но если ты смотришь просто визуально Москва и смотришь Милан, похоже, что в Милан стройка нет. Давай про переезд в Россию. Как это случилось? Что этому поспособствовало? Расскажи. Так, я в Милане познакомил свою девочку. Она москвича. Девочка. Она москвича. У нас появился проект не в Москве, не в России, но в Минске. Она тоже училась, проходила магистратуру. Да, на моей магистратуре тоже училась. И она меня попросила помочь с этого проекта. И так началось, если можно так сказать, нашу студию и наше приключение. И мы решили переехать в Москву, потому что, ну, из Москвы, понятно, можно... То есть ты здесь у нас по зову сердца будет. Ну, да, но... Можно сказать, что когда я только что переехал в Москве, я был не самый сейчасный человек в миру, конечно. После Италии я обожаю итальянскую еду. Но было чуть-чуть тяжело. Теперь я люблю Москву. Давай про это поподробнее поговорим. Очевидно, что с девушкой вы общались на английском. Да. Как у тебя вообще было с русским языком на момент, как ты переехал сюда к нам? Это очень смешная история. Когда мы только что переехали в Россию, мы жили с своей бабушкой. С бабушкой твоей жены? Да. И она очень любит поговорить. Несмотря на то, что она только на русском может. И через несколько недель у меня что-то в голове крутилось. И я в какой-то момент все поняли. Просветление. Да. И когда она мне что-то сказала, я сразу все поняли. А как такое возможно? То есть ты давай приснимай этот момент. До момента общения со своей женой ты с русским языком не контактировал вообще никак. Я попробовал. Я в Италии учил на какой-то русском. Уже после того, как познакомился с женой. Да, да, да. Учил на какой-то русской школе. Я попробовал. Я учил грамматику. Но у меня это было очень тяжело. Но когда ты уже на месте, я думаю... На указавшись среде, тебе стало проще. Да, очень-очень проще. Ты, получается, вводишь тремя языками. Испанский, английский, русский. Какой сложнее для освоения? Конечно, русский. Конечно, русский. Это самое далеко от испанского. Какое правило, может быть, русского языка тебе прям взорвало мозг? И ты такой, почему, зачем? Есть такой какой-то пример? Да. Это даже сложно сказать на русском. У вас есть, как сказать, declination. То есть, типа, когда ты хочешь сказать, типа, дай мне ручку. Не ручка. На окончание, да? Да, на окончание. Это самое сложное для меня. Потому что у нас нету таких в испанском. На английском тоже нету. И на итальянском тоже нету. Ты приехал сначала из Колумбии в Италию. Потом из Италии к нам в Россию. Звучит, как не самый простой путь для иностранца. Помнишь свое первое впечатление, каким оно было от России? Что тебя удивило больше всего? Ну, смотрите. Я в свою жизнь с начала переездка в Россию снег видел только один раз. А потом мы с женой один раз переехали на Новый год здесь. Вы переехали в Россию в Буазима уже, да? Да. А как тебя жена готовила? Она тебе говорит, куртку, пуховик, шапку. То есть, как ты приезжал сюда? Ну, на самом деле, я здесь надел то же самое, что я надел в Италии всему. Потому что можно сказать, что это не очень большая разница. Потому что в Милане, может быть, зима будет, не знаю, минус один или ноль, но это чувствуется хуже, чем минус двадцать в Москве, потому что там блажность, а здесь сухо. Для меня даже не страшно холодно, для меня самое страшное темноте. Короткие световые дни. Да, короткие световые дни. Это все поменяет в твоем теле. Ты чувствуешь, что у тебя нет энергии, ты чувствуешь, что у тебя нет уже ничего не делать, но тебе надо оставаться из кровати, выходить из дома, идти на работу. То есть, на самом деле, я думаю, что это, на конце концов, это тебя делает лучший человек, если ты из тропики, наверное. Может быть, ты можешь вспомнить какие-то вещи, которые вот в бытовом плане отличаются в России от Италии, от Коумбии, где ты жил. Да, меня удивило, что ты приходишь в метро, а там стоит какая-то тетка, тебя смотрит в такое лицо, и тебя спросит, что? Не привет, не здравствуйте, что вам надо? Теперь не так. Но когда я только что приехал, еще было бы так. А ты чувствуешь, что все, что у тебя рассказывали про советские времена, это правда. А ты не знаешь, что делать. Ты даже не помнишь, что у тебя надо в билет на метро. Когда мы думаем о Колумбии, ну, мы, я имею в виду русские люди, да, мы вот сразу представляем себе сериал «Наркос», Фабо Эскобара. То есть у нас есть какие-то такие очевидные стереотипы. Да, конечно. Про Колумбию. Вот ты с ними сталкивался, когда здесь жил, и вообще люди представляют из твоего круга общения, когда ты говоришь, что я из Колумбии. Сколько людей знают, где это? Обычно людей знают, что это Колумбия от Наркоса, или они думают, что это Колумбия в США, и думают, что я не Давид, но Дэвид. Из Колумбийского университета. Да, вот так. Но обычно не знают, где Колумбия. Это очень хорошо, потому что я очень радовался, когда я понял, что в России вообще все знают, где Колумбия, что-то такое. В Италии даже никто не знает, и в Италии они всегда думают, что это какую-то африканскую страну, или Азию даже. То есть знают, где Колумбия в России? Да. Знают, что в Колумбии? Ну, тут, да, попадают на стереотипы. Первое, что мне скажут людей, когда мы только что познакомились, это шутка про наркотики. А у тебя что, есть что-то? А у тебя нету каких-то продуктов? А тебе это бесит или нет? Ну, меня, когда я только что переехал в Европу, это не бесит абсолютно. Я понял, что это будет нормально. Потом через несколько времени меня это началось бесить. Теперь я думаю, ну, хорошо, что они это делают, потому что я могу с ними пообщаться дальше, про что еще у нас есть. Ну, у нас не только это, у нас еще бананы. Ты помнишь момент, когда ты себя ощутил в России не туристом, да, не человеком, который сюда приехал посмотреть, условно, достопримечательности, а как человеком, который здесь живет и работает? Помнишь этот момент? Да. Это было, кстати, на самом начале, когда я только что переехал. У меня раньше не был опыт преподавания. То есть у меня первый опыт преподавания со школы, в которой я сейчас еще работаю. Когда я понял, что я работаю с детьми, с молодыми людьми, и мне их надо что-то в голове крутить и с ними пообщаться даже про их государство и страну, я понял, что я должен про эту страну знать. Это не только потому, что я работаю с ними, но потому, что это уже, как я сказать, responsibility. Ответственность перед учениками. Да, да. И я должен ответить про эти молодые люди, которые, ну, на будущее будут взрослые россияне. Это здорово. Можешь вспомнить первые свои дни жизни в России? Вот вы говорили, что ты жил у бабушки своей невесты. Как это было? Ты приехал сюда, не знаешь русский язык, тебе нужно объясняться с людьми. Какие вот были первые сложности и как быстро тебе удалось встроиться в какую-то вот обыденную русскую жизнь? Так, первая сложность в дом был именно с бабушкой. Шум. Потому что она очень плохо слышит, и она всегда смотрит телевизор и слушает радио с очень громким звуком. Но, кроме этого, вообще проблем дома никогда не было. И мы с ней очень хорошо жили. Мы теперь сейчас друзья. Она всё время меня научит, как что-то готовить. Мы постоянно выходим на рынки, потому что, ну, она, понятно, она не может что-то тяжело купить. Я их всегда вожу на рынки. На улице самый сложный был мокрый снег. Именно какой-то шляк. Это слякоть. Да, слякоть. Ты должен ещё раз изучить, как гулять. Чтобы не сломать себе ноги и шею. Да, да, да. Ты потом смотришь какой-то уклон, а ты понимаешь, блин, я лучше, наверняка, через какую-то другую дорогу поеду. И третье, это, наверное, навигация, потому что в Москве, понятно, это очень большой город. И когда я только что переехал, даже сейчас есть больше знаков на английском или на каких-то других языках. Ну, и я теперь сейчас могу это читать. Но когда я только что переехал, было очень сложно навигаться в метро, в город, автобусы были другие вообще. То есть, и про это можно сказать ещё. Я теперь чувствую, что Москве на эти 3,5 года очень сильно поменялись. А вообще не были какие-то? То есть, вот ты, блин, спустился в метро, не знаешь, куда тебе идти. Ты подходишь к бабушке, которая там сидит у экскаватора, пытаешься и на английском что-то объяснить. Какие-то вот такие вещи у тебя были? Можешь рассказать? Да, конечно, у меня были. Я никогда не пообщался с бабушкой, потому что я понял, что она наверняка не может меня помогать. А я всегда искал молодых людей, которые были вокруг меня, и всегда спросил, меня помогают, и они всегда меня помогали. Какая-то статистика, сколько из них знал английский язык, может быть? Вообще 9 из 10. 9 из 10 знали английский язык? Да. Москва. Даже с хорошего уровня. Москва. Москва. Тебе повезло, что ты переехал сюда. Да. Многие из наших гостей говорили, что такая закрытость и какая-то характерная черта русского менталитета. Вот ты как на этот вопрос отвечаешь? Есть ли определённый русский менталитет? По-моему, есть несколько разных менталитетов. За каждое поколение есть своя менталитет, и между поколениями есть какая-то большая разница с этим. То есть я... Когда меня скажут теперь, русские люди, они не очень открыты, они никогда тебе скажут привет, или тебе уливка покажут, я теперь понимаю иногда, почему. И я... Почему? Я думаю, как недавно, кстати, Киану Рыбс тоже сказал, что это, во-первых, на погоду, и во-вторых, это какая-то советская штука, которая даже со нашего времени произошла, что ты не знал, если ты можешь, как сказать, trust, дверить человеку, который с тобой живёт даже. Но на самом деле все эти люди, которые выглядят не открыты, они самые честные люди, которые я никогда не познакомил вообще. И я читаю, что русские люди, они самые честные люди в мире. Очень приятно. Киану Рыбс сказал, что очень сложно жить в артхаусе каждый день. Да. Мы живём в артхаусе, ты считаешь? Иногда, да. Ты замечал ли к себе какое-то особое отношение, когда люди узнавали, что ты иностранец? Они как-то меняли своё отношение? Может быть, более открыто относились к тебе? Более позитивно? У них появлялась улыбка, то, о чём ты говоришь. Вот с таким ты сталкивался? Или наоборот негативное, например? Вообще всегда поменяют. В лучшую или в худшую стану? И лучше, и хуже. Больше всего лучше. Бывает вообще иногда, что мы в какой-то бар, а кто-то узнает, что я иностранец, и они меня сразу смотрят и что-то спрашивают. Ну, меня бывает, что я так познакомлюсь с людей, просто так, потому что я иностранец. И они интересовались со мной. И да, они всегда после этого ставятся открытия, счастья. И они вообще очень любопытные. Почему я здесь? Чего я занимаюсь? То есть это тебе помогало по жизни? Да, да, да. Меня помогало. Иногда это не помогало. Какие-то примеры, может быть? Примеры, когда мы один раз пошли с коллегой из школы посмотреть башню рядом с Истрией. Это закрытая территория. Это просто очень интересный объект. И тут был какой-то очень злой охранник, в котором мы попробовали сказать, что если он нам разрешает идти на территорию, сфотографировать и смотреть башню ближе, и когда он только что слышал, что одно из нас говорил на английском, он сразу дувинка показал и сказал, идите. Шпионы отсюда. Да. То есть, ну, есть какие-то несколько кейсов, которые это не помогало. А в твоей работе помогает то, что ты иностранец? У тебя собственное архитектурное бюро, да? Вместе с твоей женой. Как это сказывается при общении с заказчиками потенциальными? Ну, это помогает иногда, что не заказчики, но на сам процесс работы, что у меня другая менталитет. И я могу смотреть несколько вещей с другого стороны, в которые, ну, в Россию не смотрят даже. Но иногда это тоже проблема, потому что, ну, даже в несколько технических моментов и законодательственных моментов, это, конечно, проблема. Это всё надо научить и быть как русский, кстати. В школу это, конечно, помогает. У нас преподаватели из разных стран, и мы какой-то большой коллектив, да? Интернациональный коллектив. Да. Ну, да, можно сказать, что помогает. Расскажи про ваше архитектурное бюро. Там только ты с женой, или у вас какой-то большой коллектив, есть ещё другие архитекторы? Так, мы теперь сейчас только с женой. Это после карантина. У нас, мы работаем с общественным интерьером, то есть рестораны, кафе, бары. Но зато во время карантина всё, ну, это было сложно даже для этой сферы. Мы потеряли много работы, и теперь только стали мы. Раньше мы были четыре человека, четыре архитекторы. Ну, у вас помощники, да, были? Да, да, да. А они были русские? Да, русские. Пару девочек, которые учили в Британку, не со мной, но они поступили в образование в Британку. У них тоже очень хороший английский, поэтому я могу, если что-то прямо на английский, тоже с ними поговорить без проблем. А насколько тебе комфортнее, то есть внутри коллектива общаться на английском или на русском? Это имеет значение для тебя? Имеет, да, меня комфортнее на английском, но даже когда я на английском говорю примерно, я тут много русские слова мешают, потому что, ну, есть несколько вещей, которые нет прямо перевода или даже комфортные. На термины, впрочем. Ага. То есть, и даже иногда простые термины тоже на русском скажу, типа, «О, тумбочка с ящиками». Я говорю, ну, типа, night table с ящиками. Коротко давай про архитектуру с тобой поговорим. В современной России подход к архитектуре чем-то отличается от того, чему ты учился в Европе и у себя на родине? Вообще, да, отличается. И даже ближе, чем в Европе, потому что в Европе проекты по объему всегда не так большие, как здесь. И объем работы вообще в два раза меньше, чем здесь. Еще здесь, ну, понятно, что есть много чего, что делает, больше, чем в Европе. Это похоже больше на Колумбию. У нас тоже много чего, что надо там в Колумбии делать. И меня больше помогло, наверное, что я научил в Колумбии практиковать в России. Когда я только что переехал, у меня было такое ощущение, что Москва, которая есть, это Москва, которую строили в Советском Союзе. Все инфраструктуры, все сервисы были тоже самые, которые были в Советском Союзе. Теперь я чувствую, что это все поменял. Вот эта администрация очень хорошо работает. Они знают, что они делают, потому что делают из города бизнес, как они делают. Это очень тяжело. Слушай, а вообще вот такой крупный город, как Москва, у него должен быть какой-то единый узнаваемый стиль? Или это, наоборот, нормально, что здесь у тебя небоскребы, здесь у тебя немногоэтажная застройка, здесь у тебя торговый центр? Вот как ты, как архитектор, на этот вопрос отвечаешь? Я думаю, что должен быть и так, и так. Должен быть какие-то пустые зоны, должны быть какие-то зоны башни. И для меня самая большая проблема с Москвой, что центр один, если можно так сказать, и он очень большой. Примерно в Берлине нету... Ты не можешь сказать, что в Берлине есть центр. В Берлине можно сказать, что есть несколько центров, а ты не чувствуешь, что все смотрит на центр, да? Я думаю, что следующий шаг, который может делать в Москве, это децентрализация. Мне кажется, это касается в целом России, потому что вас очень как-то это все любят. И если мы говорим про Россию в целом, у нас тоже характерно, что у нас есть очень централизированная Москва, в которой много всего. Да, да. Расскажи, пожалуйста, про дружеское общение. Ты преподаешь, тоже говоришь, у вас там много иностранцев, и ты работаешь архитектором. Эта работа подразумевает большое количество общения с другими людьми. Удовольствует ли тебе завести друзей в России? Так, у меня... Я на самом деле очень интроверт, то есть мне не очень легко подружиться с людьми, но в России мне это все полегче. Я не знаю, почему. Да, у меня есть много друзей из школы, мои коллеги, но еще у нас есть офисы на той же территории, в которой школа находится, в Artplay. И мы тут не просто сидим мы, но мы еще расширимся, офис с другими людьми, и они постоянно поменяют. Я так вообще уже познакомился, наверное, с людей 20, и ни один раз познакомился с плохого человека, с странным человеком, нет. Я думаю, что это меня очень помогло. Еще для того, что я каждый год смотрю, наверное, и познакомлюсь, наверное, 100-120 студентов, я, наверное, научил, как с этой темой работать. А твое иностранное происхождение, оно никогда не мешало твоей дружбе с людьми русскоговорящими? Ну, конечно, мешало, когда примерно я узнаю или читаю по какой-то интересный человек, или какой-то очень интересный человек будет читать лекции в нашей школе. Я хочу с этого человека подобщаться, ну, не знаю, не могу, потому что у меня не хватает русский. Ты все еще ощущаешь вот этот барьер. Да, да, конечно. То есть иногда я чувствую, что есть такая-то барьера, но я думаю, что это сейчас больше внутренний барьер, чем в реальности. Потому что когда людей хотят с тобой поговорить, они ищут как. Расскажи, как ты отдыхаешь в России, в Москве, как ты проводишь свободное время. Понятно, что ты занят и на работе, и учеба, но когда вот выдается свободная минутка, как ты стараешься отдыхать? О, ну, вообще я отдыхаю дома, но когда я не дома, и когда погода хорошая, я почти каждый день гуляю в нашу парку. Это усад в Атровецке. У нас есть очень хороший, красивый пруд. Я гуляю или сижу на скамейке, читаю. Я очень много читаю еще. То есть я в свое свободное время больше всего прохожу на книжки. А ты читаешь на русском, на английском, на испанском? На каком языке? Я сейчас читаю на английском, на испанском, на итальянском, но... Ты еще и итальянский знаешь? Да. Но теперь я буду попробовать на русском. Я только что закончил, маленький читал на русском, «Нос» от «Гоголь». Это был, наверное, первая книга, которую я читал. И я был очень рад, потому что я думаю, что я все понял. А почему «Гоголь»? Не знаю. Просто так получилось, что у меня в телефон был «Нос» из «Гоголь» на русском. И, ну, я был на пляж, без интернета, что делать? Ну, давай читаем. Прикольно. Я тоже очень люблю Николая Васильевича Гоголя, мой любимый писатель. То есть какая-то ночная жизнь, вот это не для тебя совершенно, да, в Москве? Нет, это тоже для меня. Почему нет? Нет, я обожаю без сна, когда уже можешь сидеть на улице. Я постоянно смотрю, какие новые рестораны, бары откроют, потому что это еще мой образ, это еще индустрия, в которой я работаю. То есть, ну, это не только, что я обожаю... Ходишь по барам и смотришь, как тут сделали стойку. Да, да. Кстати, это вот так мы делаем с женой. Мы делаем список баров, в которых мы должны быть вот этот месяц. и медленно-медленно поедем. У нас есть 10 вопросов, которые мы задаем всем нашим гостям. Эти вопросы посвящены России. И первый вопрос такой. Любимое русское слово? Я не знаю, если это русское слово, но мне очень нравится ой. Ой? Ой. Ой. Страшно слышать от архитектора такое. Ой. У нас тут здание, Давид, упало. Ой. Любимый русский фильм? Любимый русский фильм? Так. Киндадзе. Киндадзе. Интересный выбор. Не первый, кстати, раз у нас этот фильм называют. Когда ты его посмотрел в первый раз? Первый раз два года назад. Всё понял? Да. Конечно. Стереотип о русских, который подтвердился? Сейчас таких стереотипов нет. Может быть, что-то я на будущее вспоминаю или узнаю. Но сейчас нет. Любимая русская традиция? Любимая русская традиция? Хм. Вообще есть несколько. Так. Я очень люблю, не знаю почему, когда ты на свадьбу кричишь «Горка! Горка!» Потому что ты можешь это делать постоянно, каждые пять минут. И бедные жены и женики должны всегда полюбиться. Разве других не кричат? У вас в Колумбии не кричат? Нет, нет, нет. У нас нет такой традиции, но у меня это очень мило, почему-то не знаю. Любимое место в России, кроме дома? Кроме дома? О, это интересный вопрос. Я думаю, что это Крым. Даже специфически на ЮВК, где самая южная набережная находится. Я очень уважаю природу там. А ты в Крыму был вот сейчас первый раз или уже несколько раз туда? Я уже несколько раз прошел, даже когда строили мост на машине, кстати. Мы решили на машине ездить из Москвы. Вы на пароме, да, тогда еще? Да, на пароме. И мы в Севастополе взяли кошку, она со мной сейчас живет одногласно. То есть, ну, у меня очень хорошие воспоминания из Крыма еще. И, в общем, ты туда возвращаешься теперь регулярно? Да. Ну, меня больше напоминает на природу и погоду дома. Наверное, поэтому. А любимое русское блюдо? Любимое русское блюдо. Давайте скажем три, потому что я очень уважаю еда, и меня это очень тяжело. То есть, я проще с пельменей, с борщ и с оливье. Пельмени, борщ и оливье? Да, потому что они очень практические и творческие, их можно делать веганские, с мясом, как хочешь. Круто. Любимый русский напиток? Кисел. Кисель? Да, кисел. Я уважаю кисел. Какой? Наверное, клюквенный. Клюквенный. И прям сам варишь кисель? Нет, навалит бабушка? Нет, я куплю. Готовый? Да. Прикольно. А что самое плохое в России? Наверное, для меня самое плохое в России, что есть какая-то долина между поколением, менталитет, и это самое тяжело, когда ты иностранец и живешь в другой стране, и смотришь, что между поколением есть такая большая разница, что для них важна, на что они внимание смотрят, но... В чем это проявляется в твоей жизни? Наверное, что ты чувствуешь иногда, что легче пообщаться по какие-то темы, типа банальные, типа блюда, типа путешествия с пожилием людей, чем с молодых. И с молодых всегда тяжело по этой простой теме пообщаться, потому что я почему-то чувствую, что их абсолютно неинтересно. Ну, молодые поколения для меня стали очень политически активнее в политике. Это хорошо, конечно, граждан должен быть активнее, но когда ты хочешь поговорить по-другому во время вед, это тяжело. Вещь, по которой ты скучаешь со своей родиной? Ой, наверное, по платану. Это платану, это мужская банана, но это не банан. Платаны? Да, платаны. Это еда. Это разновидность банана, да, какая-то? Да, да. А чем она отличается от банана? Так, она как банана, но консистенция, она как картошка, и ты не можешь есть сырая. Ты всегда должен варить, жарить, ну, готовить, как это. Я, кстати, у меня есть такой-то дикий мечтал, что я хочу растить бананы, кофе в Сибирь или в Камчатку. Наверное, на будущее. Неплохой план. То есть этот продукт в России, вообще в Москве нельзя купить? Нельзя. Наш продукт вообще невозможно купить. Последний вопрос. Россия — это то место, чтобы остаться здесь навсегда? Или нет? Наверное, нет. Я думаю, что это именно сапогода. Я обожаю жара. Меня даже продуктивность повышает, когда 30+. Тебя вовсе не включают кондиционеры, я понял. Не включают кондиционеры. Я смотрю, все вокруг меня умирают, а я столько, что в радость и работают хорошо, когда жарко. Но в следующем 10-15 лет точно я здесь стою. 10-15, Россия точно, думаем. 20, наверное, уже в другом месте. Что будет дальше, не знаем. И если что, есть вариант где-то в другом месте идти. Да. В Колумбию можем пойти, если не хуже, чем здесь, но надо посмотреть. Давид, спасибо большое, что зашел к нам в эфир. Было очень интересно. Мне тоже было очень интересно. Извините, что если я что-то не то говорил, если у меня русский на уровень, не что вы ожидали, но... У тебя замечательные русские, единственное, что мы поняли, что с окончаниями иногда сложно, но это особенность русского языка. Спасибо. Я должен придумать, что делать с этим. Друзья, но я напоминаю, что это был подкаст студии SoundStream. Вы наехали и остались? Меня зовут Сергей Пихин. Не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить свои лайки, писать комментарии, мы все внимательно читаем, чтобы слушать новые выпуски. Устанавливайте мобильное приложение SoundStream или заходите на веб-адрес. Также наши подкасты доступны на всех возможных подкаст-площадках, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Ну и если вам удобнее, новые выпуски можно слушать в том числе на YouTube. На этом на сегодня все. Услышимся. Пока-пока. Над подкастом работали ведущий Сергей Епихин, редактор Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсеры Сергей Епихин и Кристина Крыжановская. Субтитры создавал DimaTorzok